Восстановление происходит моментально. По Галатам 6.1.2. Этот человек возвращается в общении с Богом, и его нужно также восстанавливать в общении с церковью. И это происходит сразу. Но этому человеку надо также воссоздавать свою жизнь, перестраивать отношения с семьей, с церковью, с друзьями. Я говорю о том, что вот на этом этапе нужна команда воссоздания, команда перестройки. Галатам 6.1. Человек согрешил, человек покаялся, человек восстановлен в отношениях с Богом, восстановлен в отношениях с телом Христовым. А теперь ему нужно помочь перестроить свою жизнь, воссоздать свою жизнь. И здесь нужна группа духовных людей, которые ему в этом помогут. Я понимаю, что этот человек будет задавать определенные вопросы, прежде чем восстанавливать, прежде чем перестраивать. Я понимаю, что он будет подозрительно относиться к людям. Я понимаю, что ему больно. И вот какие вопросы могут у него появиться. Действительно ли я могу доверять этим людям, которые хотят помочь мне перестроить мою жизнь? Будут ли они хранить конфиденциальность? Уважают ли они меня по-настоящему? Считают ли они, что я ценен для тела Христова? Действительно ли им есть дело до моей жизни? Или они просто пошли, потому что пресвитеры, пасторы их ко мне направили? Действительно ли они могут мне помочь? Действительно ли это духовно зрелые люди? Будут ли они говорить истину в любви? Действительно ли они обо мне заботятся? По-настоящему ли они меня любят? Все эти вопросы так или иначе будет задавать себе человек, который хочет восстановить свою жизнь. Но как только он найдет ответы на эти вопросы, обретет уверенность, он будет готов учиться, он будет готов меняться. И тогда может быть настоящее общение, общение любви, общение поддержки. Именно так и было с моим знакомым по имени Джефф. Но как церковь должна поступать? Что церкви делать, когда человек пришел с покаянием, прошел через восстановление? Мы с вами уже говорили о том, как говорить с человеком, и как быть с человеком, который не хочет каяться. Есть определенные библейские направления, библейские указания по этому поводу. Но в Библии есть указания и о том, а вовпокаяться. Давайте помнить, Библия учит нас обращаться с теми, кто не кается, и с теми, кто кается. В данном случае есть смысл открыть второе послание Коринфянам, глава 2, 6 по 11 стихи. Вы помните, в первом послании Коринфянам 5 глава апостол Павел упрекал церковь в том, как неправильно они поступают с грешником. Помните, он говорит о том, почему они его принимают, а они должны на самом деле противостать этому греху. А теперь во второй главе 2 послания Коринфянам Павел говорит, да, все сработало, все получилось. Этот человек покаялся, этот человек смирился, этот человек по-настоящему сокрушен. Что же делать дальше? Давайте прочитаем эти стихи и прокомментируем их. Павел пишет, если же кто огорчил, а этот человек, конечно, многих огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Смотрите, для такого довольна сего наказание от многих. То есть, в конце концов, церковь проявила дисциплину, так что вам лучше уже простить его и утешить. Зачем? Дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. «И потому прошу вас оказать ему любовь, ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны, то есть готовы ли вы следовать библейским принципам церковной дисциплины. «А кого вы в чем прощаете, того и я, ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безызвестны его умыслы». Невероятно насыщенные слова. Невероятно сильные слова. И важно действовать по этому слову, буквально дословно, точно так же, как мы говорили о нераскаявшемся грешнике. Смотрите, человек, о котором говорилось в первом послании Коринфянам, пятая глава, совершил страшный грех. Этот грех касается его интимных отношений с мачехой. Церковь знала об этом. Церковь ничего по этому поводу не предпринимала. И вот Павел им пишет и говорит, «Вы что? Как вы так можете? Вы должны проявить церковную дисциплину. Вы должны этого человека предать сатане во истязание, во изнеможение плоти». И вот на протяжении этой главы несколько раз он говорит о том, чтобы мы не общались с этим человеком. И, наконец, церковь говорит, «Да, пожалуй, Павел и прав. Надо слушаться». И совершается церковная дисциплина. Что же происходит дальше? Поскольку церковная дисциплина была совершена, совершилось это по Слову Божию, Бог продолжил свое дело, свою работу. Как именно? Мы не знаем. Очевидно, однако, что этот человек одумался, что этот человек сокрушился, что этот человек покаялся и пытается вернуться к церкви, потому что он уже вернулся к Богу. А что же делать с самой церкви? Итак, к Богу он уже вернулся, восстановление в отношениях с Богом произошло, значит, церковь быстро должна принять его обратно, вернуть отношения и с церковью. И апостол Павел говорит о том, что он уже достаточно пострадал. Хватит, хватит его мучить. Все уже совершилось. Все уже завершилось. Наказание достаточно. Наказание сработало. Дисциплина принесла свои результаты. Примите его. Следующее, что говорит апостол Павел, простите его. Лучше уж вам простить его, потому что с точки зрения церкви он действительно прощен. Они могут ему сказать, мы тебя принимаем, мы больше об этом грехе, тебе напоминать не будем. Этот грех омыт кровью Иисуса Христа. Достаточно наказания, так что вам лучше его простить и утешить, говорит апостол Павел. нужно утешить не пытаться держаться от него на расстоянии. Потому что он уже изранен. Ему нужно эмоциональное исцеление. Ему нужно утешение. Важно, чтобы рядом с ним были любящие его, заботящиеся о нем люди. Кстати говоря, в этой ситуации человек остается очень уязвимым. Любой останется уязвимым, потому что он сокрушен, он расплющен этим самым грехом, он в шоке от того, что произошло. Важно, чтобы кто-то его обнял, чтобы кто-то был рядом с ним. Вокруг него должна быть безопасная среда. Дальше. Проявите любовь, апостол Павел говорит. Покажите ему любовь. Задача церкви в данном случае не просто сказать любви, но и показать ее на практике. Потому что человек согрешивший чувствует, что его не любят. Ему кажется, что его уже никто не может полюбить. И вот здесь важно, чтобы вы, церковь, тело Христово проявили к нему любовь, действительно окутали его любовью. Порой верующие боятся проявлять такую любовь, но именно эта любовь в данном случае и нужна. И еще одно предупреждение апостола Павла. Он говорит, нам не безызвестны его планы, нам не безызвестны умыслы сатаны. Значит, будьте осторожны, чтобы сатана не поразил и вас. Вы знаете, мы с вами говорим о церковной дисциплине, но помните о том, что сатана начинает делать свое черное дело как раз в моменты, когда церковь пытается заниматься церковной дисциплиной. Если сделано что-то неправильно, если сделано что-то не по-библейски, если человека не восстановили в общении, сатана пытается во всю эту ситуацию проникнуть и воспользоваться. Мы с вами говорили уже о той церкви, помните, была большая, хорошая, процветающая церковь, у нее был пастор, великолепно проповедовал Библию, он согрешил, он упал, и церковь его просто отлучила. Никак с ним не разговаривали, никаких первых трех шагов не было, просто его отлучили и все. И человек ушел, и ему сказали, больше в церковь не приходи. Он покаялся, он был сокрушен, я знаю, я знаю его сердце, я беседовал с ним, я верю в то, что он мне говорил. Но в этой церкви было более миллиона долларов, которые они откладывали на строительство нового здания. Более тысячи человек приходили в эту церковь. А сейчас этой церкви уже нет. И куда деньги делись, тоже неизвестно. Там собирались начать новую церковь эти люди, ничего у них не получилось, она тоже куда-то исчезла. И человек, которого отлучили, и бывший пастор, которого отлучили, так и остался тоже ни тут, ни там. Ему уже некуда вернуться. Я задаюсь вопросом, а что бы произошло, если бы эта церковь исполнила библейские принципы, Евангелие от Матфея, 18 глава, возможно, они дошли бы только до второго шага, и оступившегося пастора можно было бы восстановить. Они вернули бы брата забудшего. Это был бы важнейший, славный день для церкви. Да, конечно, он не сразу вернулся бы на кафедру, но началась бы процедура восстановления. Он-то ведь просил только об одном, о прощении. Он получил прощение у Бога. А как же насчет прощения церкви, прощения тела Христова? Смотрите, Бог совершил свое дело в жизни этого человека. Значит, и нам нужно принять его, простить его, утешить его, проявить к нему любовь и не позволить сатане воспользоваться этой ситуацией в жизни этого человека и всей церкви. Что бы было с той замечательной церковью, если бы она поступала по-библейски? Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть, что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com И у меня есть еще одна рекомендация для церкви. Да, конечно, нужно пройти через этот процесс прощения, утешения, проявления любви, о котором мы с вами говорили сейчас, но сделайте еще вот что. Когда вернулся блудный сын, празднуйте, радуйтесь этому восстановлению. Мы ведь радуемся, когда кто-то кается, приходит ко Христу. Да, потому что и ангелы в небесах радуются, когда грешник приходит ко Христу. Значит, мы тоже в восторге, мы тоже радуемся. Это здорово, это понятно. Я радуюсь всегда, когда вижу, как неверующий человек, которому дела не было до Бога, вдруг приходит к покаянию во Христе, когда Дух Святой в нем действует. Аллилуйя, слава Богу, это здорово. Давайте праздновать, давайте радоваться. И крещение, все это замечательно, мы хлопаем в ладоши, мы радуемся. Это хорошо. А что же, если Святой Божий падает, но потом кается и хочет вернуться? ты, конечно, возвращайся, но держи себя от нас на расстоянии и как-то потихоньку. Так что ли? Да нет, не так, конечно. Есть чему порадоваться. Приведите этого человека, порадуйтесь тому, как Бог восстановил его. Да, великое дело, Божия спасающая благодать, но есть и Божия восстанавливающая благодать. Это тоже великое дело. Бог вберет и воссоздает жизнь человека. Это здорово. Есть что отметить, есть что отпраздновать. Прямо с кафедры, прямо перед всей церковью, потому что он прошел через церковную дисциплину, все об этом знают. Точно так же все должны знать о его восстановлении. Как-то я беседовал с одним пастором, говорю, «Я знаю этого человека в твоей церкви, он хочет вернуться в церковь». И он действительно покаялся. Бог совершает великие дела в его жизни. И я сказал пастору, «Твоя церковь должна действительно выполнять библейские принципы, следовать библейским принципам». Но я говорю, «Слушай, как здорово будет, если вот сейчас, в пасхальное воскресенье, во время богослужения, этот человек выйдет вперед, потому что все знают, что с ним произошло, все знают о его грехе, но все знают также о его сокрушенном сердце, о его покаянии. Как это было бы здорово, когда в пасхальное воскресенье, когда все мы говорим о победе Иисуса Христа, победе над смертью, победе над всем нашим грехом». И вот в это время мы все порадуемся покаянию этого грешника. Пастор смотрит на меня и говорит, «Но это будет слишком театрально». Я ему говорю, «Так благодать Божия тоже театральна. Нет более красивого, нет ничего более красивого, чем Божья благодать». Смотрите, как это красиво, какое это шоу, как это по-настоящему, по-хорошему, театрально, когда Бог проявляет свою благодать, не идя на компромисс со своей истиной. «Давайте так сделаем». Нет, говорит пастор, не сделаем. И опять вот, церковь страдала. Я не знаю, почему, я знаю одно. Ни в коем случае, ни в коем случае нельзя оставить смиренного, сокрушенного, покаявшегося грешника, восстановленного в отношениях с Богом без восстановления отношений с церковью и без праздника, и без торжества, без радости, которая должна быть. И мы, служители церкви, должны вести в этом празднике. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok